Всех приветствую на своем канале. Это очередной запрос выполняю я. Это видео будет посвящено вопрос-ответ. Наверное, это уже был четвертый вопрос-ответ, насколько мне известно, в своих видео. Вопросы у меня были в основном от подписчицы ВКонтакте оставленные, плюс у меня был просто запрос на такого формата видео. Если вам интересно это видео, ну короче, оставайтесь со мной, если нет, то идите займитесь чем-нибудь более интересным. В общем, вопросов у меня было, насколько мне помнится, 7 штук всего лишь, но я думаю, что этого вполне хватит. И довольно, в принципе, интересно. Меня там попросили рассказать что-то о себе, но до меня это всегда в ступор вводит. Мне лучше задавать вопросы. В общем, первый вопрос. Была ли я замужем? Нет, не была. В общем, мне раза три предлагали сами выходить замуж, так сказать. Но когда мне задают такой вопрос, у меня начинается паника, я просто не представляю, что с этим делать. Я, правда, собиралась вроде как с этим мальчиком совместно сожительствовать, да, этим гражданским браком, когда мы с ним приехали ко мне с вещами. Это было, сейчас помню, в 2013 году я так в такой ступор встала. Даже когда уже мы ехали ко мне, я поняла, что, я не знаю, зачем он мне, вот, как этого человека терпеть каждый день, круглосуточно его видеть, там, зачем мне это вообще, что с этим делать. И вот как в сказках, да, там, эта Золушка встретила принца, он поймал ее туфельку, она там подошла, да, и что дальше, что дальше в сказке не сказано. Тут я тоже такой ступор впадаю. В общем, мы с ним в результате просто поговорили и поняли, что это нам не надо, но мне не ему. Так что замужем я не была. Так, второй вопрос. Если у вас дети, детей у меня нет, но есть отдельное видео по поводу этих самых детей. Если интересно, посмотрите. Особенно, если интересно, почитайте, там такие шикарные комменты. Там что-то, кто-то с кем-то что-то делит, очень редкие комменты адеквата, и очень-очень много комментов тех людей, которые, кто учил, у кого что болеет, так сказать, да. Третий вопрос. Так, с кем в данный момент я живу и где? Я живу на данный момент с бабушкой. Бабушке стукнет в сентябре 88 лет, и я живу, соответственно, в многоквартирном доме в городе, в городе Углич. И, в принципе, об этом можно узнать, если зайти, допустим, на страничку канала, в раздел о канале, там, да, и есть там ссылки на мои социальные сети, и там, в принципе, можно посмотреть, если на самой страничке канала я не написала, потому что одно время я писала, и сколько мне лет, и где я живу, но так как люди предпочитают смотреть, а не читать, да и не всегда слушать, то я просто удалила, потому что есть информация, но люди все равно спрашивали. Я удалила информацию, потому что, ну, если не читать, то зачем она должна быть вообще, да. Хотя есть люди, которые вот именно по этой информации идут ко мне на страничку. Вот это мне радует, ну, я тут опять говорю, говорилкой немножко отошла и от темы. Ну, короче, в общем, ответила на третий вопрос. Четвертый вопрос. Есть ли у меня братья и сестры, или сестры родные? Родных сестер и братьев у меня нет, но зато у меня очень много троюродных, двоюродных, ну, вообще очень много неродных, ну, кровных неродных сестер и братьев. Очень много и по линии мамы, и по линии дедушки, и по линии бабушки. В общем, сверх дофига. Все у нас такая поговорка, вообще-то моя поговорка, но моя тетя ее уже как-то пару раз озвучивала. Моя поговорка имя меня, столько в родни врагов не надо. Вот у нас очень много родней. Есть какая-то родня на Украине, есть очень много родней по России, есть сверх дофига родней в Угличе, даже такая, которую я просто в глаза не видела, не знала, что она существует. Так, пятый вопрос. Кто ты по профессии? Библиотекарь и культуролог. Библиотекарь средняя специальная, культуролог высшая. И школу я заканчивала гуманитарный класс, если кому-то это интересно. Так, шестой вопрос. Хотя, когда у нас в восьмом классе, точнее, в седьмом был такой тестовый экзамен, профильный, то у меня было 50% на математику и 50% на историю. Ну, перевесила то, что у меня... У нас был очень... должен был быть очень классный, крутой, классный руководитель именно. В общем, математичка в гуманитариях. И у нас там был факультатив по алгебре и геометрии, ну, соответственно, и какая-то еще там запчасть математики. В общем, я ходила на эти самые факультативы, так что у нас это как-то уравновешивало все. Так, шестой вопрос. Какие у тебя взаимоотношения с родителями? Ну, я девочке объяснила, что родители у меня коньки откинули. Короче, с родителями у меня были отличные взаимоотношения. С мамой мы были лучшими друзьями. У меня куча друзей завидовала, что у меня такая шикарная мама. А по поводу сейчас, ну, я считаю, что родители там родственники, да, близкие родственники. У меня с близкими родственниками, в принципе, нормальные отношения. Ну, конечно, как все, думаю, семьи, мы ругаемся и миримся, но отношения нормальные. Может быть, хорошие, может быть, отличные. Так, седьмой вопрос. Что ты ценишь в людях? Вот, слушайте, всегда так это в ступор западаю. Я даже, ну, я думаю, Юлька будет не против, потому что я эту ее фразу скинула от товарища, с которым сейчас общаюсь. Чисто дружеский, конечно. Вконтакте, в общем, я скидываю этот вопрос. Я говорю, что я вообще, что ценить в людях? Я говорю, мозги. Она говорит, ну, я ценю там, что-то типа порядочность, да, но некоторые ценят жопу. А в общем, я ценю в людях мозги и честность. Наверное, основная часть, потому что, ну, смотрите, если есть мозги, то человек думает, он умный, да. Честность, это, в принципе, та самая порядочность. То бишь же, если человек ко мне приходит и что-то у меня тырит, то вряд ли его можно называть честным. Или, а если человек ко мне приходит, его можно, и он честный, я уверена в нем, его можно оставить у меня, допустим, в комнате самой куда-то свалить. Я знаю, что типа слазать у меня по ящикам и шкафам. Просто был плохой опыт, очень-очень много раз. С моими друзьями, подружками, мальчиками, девочками. Ну, короче говоря, я ценю именно честность и мозги. Ну, там, как уже более второстепенное. Я думаю, внешность все-таки не главное, потому что я лица не запоминаю. У меня плохая память на лица. Плюс, я не всегда в курсе, в чем человек одет. Мы как-то с Машкой пошли в магазин, большой магазин, Дикси на Ростовской. Если кто смотрит из Угрича, то знают, что это за магазин. И, в общем, мы с ней, я частично так потерялась. Я думаю, блин, а в чем же Машка была одета. Я не помню, в чем она была одета. В общем, у меня такое не то, чтобы я там это как-то к друзьям невнимательно отношусь. Просто как-то я это не замечаю. Не обращаю внимания даже. Ну, там, чистый и опрятный, конечно, это тоже приветствуется. Потому что, если от человека воняет чем-то, это, о, мама. И, по возможности, приветствуется, если человек курящий, то пусть он курит где-нибудь на расстоянии от меня метров 30. Вот мне в этом плане очень повезло с моей соседкой, которая, когда ездила в Белоруссию, о том, что она курила, я узнала совершенно случайно на одной из тайнянок, и она сказала, что мне надо покурить. Но от нее вообще табаком не пахло. Что-то мне нравится, когда человек понимает, что если его, допустим, привычка какая-то ему нравится, не всегда она приятна окружающим. Ну, мозги, в общем, и честность. Наверное, юмор там какой-нибудь. Но все-таки мозги и честность. В общем, вот такое небольшое видео. Я надеюсь, вам было интересно меня слушать. И, по крайней мере, кому-то это было чем-то полезно. Я не зря говорила это все на камеру. В общем, если вы досмотрели до конца, то я очень рада. Всех люблю, всех целую, да? И до новых встреч, пока. Да, АСМР я постараюсь как-нибудь записать, когда будет более посвободнее с временем. И я буду более живая. До новых встреч, пока.